Всем еще раз доброе утро. Это студия «Хорошего настроения». На всякий случай напоминаем сегодняшнюю дату. Это 10 июня. И, кстати, в нашей стране, если вы не знали, есть Центр дружественного отношения к подросткам. И в ближайшее время, я так понимаю, что откроется еще больше таких центров. Что это за центры, как они работают, мы сейчас узнаем у наших гостей. Итак, встречаем координатор работы Центра доверия Валентина Шукан. Доброе утро, Валентина. И координатор Республиканского информационно-методического ресурсного центра «Ювентус» Инесса Палазник. Здравствуйте вам, Инесса. Центр дружественного отношения к подросткам. Звучит дружественно, вполне себе, звучит позитивно. Но наверняка там кроется очень какой-то большой глобальный смысл. Расскажите, пожалуйста, что это за организации такие? Центры дружественного отношения к подросткам находятся на базе детских поликлиник преимущественно. Они имеют отдельный вход. В центрах работают врачи-гинекологи, врач-фолеолог, психологи. Центр – это учреждение, сеть учреждений, которая обслуживает подростков от 10 до 18 лет. И именно подростки к нам приходят в наши центры. Подождите, то есть, извини, Юра, я так понимаю, раньше это просто вынесли подростков в отдельную категорию и им как отдельное такое поликлиническое направление дали или нет? Подростки в поликлиниках тоже обслуживаются. Просто здесь немножко другая задача. Здесь центры решают вопросы, которые связаны с проблемами возраста. Или просто с возрастом. То есть они могут посещать и поликлинику, и центр. Особенность центра, что они могут прийти туда анонимно, то есть бесплатно, конфиденциально, задать любой вопрос и на любой вопрос свой получить ответ. По закону о здравоохранении с 14 лет каждый подросток имеет право дать согласие на простое медицинское вмешательство. То есть это там анализы какие-то, осмотр гинеколога, девочка 14 лет, то есть без разрешения родителей по законодательству имеет право разрешить ее посмотреть. Что касается, ну, например, репродуктивного выбора, то есть это прервание беременности, либо там сохранение беременности, то здесь по законодательству с 18 лет. И мы обязаны сообщить об этом, потому что это серьезная процедура. Но не единственный вопрос, который решает такой центр. Ну, в центрах дело в том, что не делают прервания беременности, направляют с мамой в женские консультации и так далее. Но вопросами, которыми занимается центр, это именно профилактика ранней детской беременности, то есть чтобы не было у девушек беременностей. Профилактика инфекции, передаваемой половым путем, профилактика различных заболеваний, которые могут возникнуть в подростковом возрасте. А что касается центров, они предусмотрены только в Минске или в областных городах у нас, по крайней мере, тоже? Дело в том, что в Минске 8 центров дружеских подростков, в каждом районе города Минска, кроме партизанского района, есть центр дружеских подростков. Понимаешь, что подростки из другого района могут прийти, естественно? В Республике Беларусь 42 центра еще дополнительно, они находятся на базе районных поликлиник или тех же детских поликлиник. Уже, наверное, какое-то время существуют эти центры, можно сделать какие-то выводы, с чем чаще всего приходят подростки, и вообще, насколько востребованными оказались такие центры? Ну, вот, наш центр, он один из первых открылся в 2003 году. Три в городе было, наш, и еще в двух районах. И, ну, вначале, пока люди еще не знали, молодые, осторожничали, да, очень много приходили родители спрашивают, что это у вас за центр, про что вы будете говорить. Ну, теперь у нас центры, в центр наш приходит около трех тысяч подростков в год на индивидуальное консультирование. Кроме этого, мы еще встречаемся с подростками в группах, то есть мы их приглашаем на какие-то мероприятия интерактивного характера. Волонтерский клуб работает у нас на базе центра, то есть это молодые люди, которые сами обучены и хотят донести какие-то знания для своих сверстников. Ну, вот подростки, понятно, а родители? С родителями какая-то проводится работа вообще? Дело в том, что к нам принципиально подростки приходят в начале, и они рассказывают о своих проблемах. А потом, если подросток как бы разрешает пригласить своего родителя, то мы ему тоже с ним беседуем, работаем, как правильно пригласить родителя в центр. И родители приходят отдельно. Ну, бывает такая специфика, что в начале приходит родитель, и мы видим, что, да, нужна помощь подростка, но родитель, дело в том, что должен настроить подростка на то, чтобы пошла консультация у психолога, у гинеколога и так далее. У нас на базе центра нашего изначально как-то родительский клуб организовался, а вот с этого года мы начали такой проект образования родителей в области полового воспитания и репродуктивного здоровья. Это для родителей и для педагогов. И вот часть уже этого проекта, ну, такая опробная часть прошла. Вот в мае состоялся большой семинар для педагогов и четыре родительских собрания, мастер-класс, как мы их назвали, по этим вопросам. Достаточно было интересно. Родители тоже осторожничали вначале, когда мы объявляли тему, потому что, ну, боялись каких-то таких откровенных разговоров, чтобы там какой-то целомудренный барьер не нарушить и так далее. Но мы говорили о том, как должно быть, объясняли, что в норме должно быть, на что родители должны обратить внимание, и о том, что сексуальность подростков развивается помимо нашей воли, хотим мы этого или нет, и начинается это развитие с рождения, то есть с нуля лет, то есть в каждый определенный возраст определенные функции, определенное сознание формируется. И таким образом мы уже подходим к подростковому возрасту. Если это все вовремя отслеживается, и родители знают, как должно быть, то есть наблюдают за детьми, то к подростковому возрасту мы имеем гораздо меньше проблем. Какие часто задаваемые вопросы со стороны подростков? Есть определенная тема, профилактика конфликтов в группе. И вот после группового занятия подростки обычно не напрямую задают вопросы, а анонимно. И вот когда мы их спрашиваем, что бы вы хотели обсудить в следующий раз, получается так, что в основном вопросы те, что касаются индивидуального характера. Поэтому сразу после группового занятия некоторые подростки остаются на индивидуальное консультирование. То есть нельзя сказать, что эти проблемы, они одни и те же. То есть в прошлом году, в этот период, было больше обращений девочек к гинекологу по вопросам физиологии развития и репродуктивного здоровья. В этом году на первое место вышли социально-психологические проблемы. Это взаимоотношения в семье, это взаимоотношения между полами, это конфликтные ситуации в школе, это моббинг, когда, например, травля, да. Это проблемы с экзаменами, там, страх сдать экзамены и что-то. То есть вот в этот промежуток вот такие проблемы. А вот смотрите, смотрит нас сейчас молодая девушка, да, или юноша, подростки, скажем так. Ну хорошо, ладно, отлично, есть такой центр. Вот что мне нужно для этого сделать? Я иду мимо, решил зайти, зайду? Или мне нужно как в поликлинике заказать талончик? Или прийти, сесть в очередь? Людям проще сделать что-то, если они хорошо представляют, что они должны сделать? Можно идти мимо, зайти и сказать, здравствуйте, я пришел в центр, узнать, что это такое. И те люди, кто там работают, им расскажут, покажут, такая знакомительная консультация будет. Если к специалисту, то мы советуем записаться, потому что, например, психологу нужно около часа для того, чтобы разобрать эту проблему, поговорить и лучше записаться. Но есть экстренные случаи, когда вот нужно прямо вот здесь и сейчас, и тогда тоже есть возможность проконсультироваться без записи. А, скажем, консультанты, которые принимают приходящих, они сразу могут? Я так понимаю, там должны быть такие люди, которые сразу должны понять, нужно этому человеку помощь здесь и сейчас, или это может ждать? Рецепшн. Да, у нас в каждом центре рецепшн, то есть там специалисты такого широкого профиля, как мы говорим, да, то есть они делают отбор, направляют, допустим, тебе нужно там первично к психологу, потом все остальные проблемы решаются. Ты, значит, пойдешь вот так, мы тебя можем записать туда и туда, значит, по порядку. То есть все расскажут, как, куда, сколько, это займет времени, когда можно прийти или сколько нужно подождать. У каждого центра есть место, где можно подождать, то есть оборудованные помещения, где подросток может отдельно от поликлиники зайти и подождать своей очереди, если это нужно. Проблема не в том, что где вот подростку найти этот центр. Дело в том, что подростки не всегда обращают внимание именно, что это такое центр дружеской подростка. Даже если он будет написан большими буквами, подростки подойдут. Но если там что-то яркое, вай-фай там или еще что-нибудь, на это они идут все. Ну, на самом деле, очень здорово, что родители сейчас, многие, в том числе и я, они узнали о существовании таких центров. И мы надеемся, что подростки не будут стесняться обращаться. Если проблема существует в подобные центры, будут рекомендовать эти центры другим подросткам. Ну и, соответственно, все будут расти здоровыми, психологически, физически и эмоционально устойчивыми. Большое спасибо за ту работу, которую проводите. Дело-то благое. Мы как тоже родители, прям еще дожили. Вопросы сейчас помню. У нас все очень озабоченные родители, подростки сейчас с проблемой профориентации. То есть даже на протяжении 10 лет нашей работы, в сегодняшний момент и подростки, и родители стали чаще обращаться именно в наши центры за профориентацией. Потому что важна не ту, которую профессию ты выберешь, важно в жизни, а важно, как профессия отразится потом на каждом из нас в будущем. Как профессия будет влиять на семейные отношения и так далее. Поэтому именно с этой точки... Да, на здоровье, прежде всего. На здоровье. Это все наше здоровье. Вот такая философская затравочка с утра пораньше. В принципе, об этом никогда не поздно думать. Я думаю, что с такими-то центрами мы вообще не пропадем. И напомню, что нашими гостями были координатор работы Центра дружественного отношения к подросткам доверия Валентина Шукан и координатор Республиканского информационно-методического ресурсного центра Ювентус Инесса Полазник. Мы прощаемся с нашими гостями. Еще раз благодарим их за их благородный труд. А к вам вернемся после небольшого перерыва.